Всем привет! С вами снова славный дружиобломов. Сегодня мы с вами приготовим слегка подкопченый шашлычок из тунца. У нас есть два таких замечательных куска тунца, которые уже наполовину съедены осами, которые здесь летают. Пожалуй, есть один ингредиент из таких из редких, ну как сказать редких, которые тяжело достать в обычном магазине, нужно заказывать из какой-нибудь магаза. Это соус понзу. Но вы можете сделать практически то же самое, что он из себя представляет, просто замочив в соевом соусе на ночь корки апельсина, лимона, лайма. То есть цитрусов. Просто срезаете корки, мнете их, заливаете соевым соусом, добавляете, возможно, туда рисового вина для сладости. И получается прямо один в один. Но если есть прям готовый продукшен, то берите его. А спонсор видосика всем знакомый, всеми любимый, мой единственный ножевой спонсор Самура, который меня спонсирует ножами уже миллиард лет подряд. Короче, месяцев где-то 6 назад я получил от них прототип ножа, который должен был, ну в разработке он назывался Альфа, и он должен был поступить в продажу где-то через год или около того. И я тогда сказал Алексею, это хозяин, владелец и разработчик самурских ножей, что я не хочу больше, чтобы он мне присылал другие ножи. То есть я сказал, что вот эта вот конкретно форма, которую они разработали специально для этой серии, для Альфы, она идеально лежит в руке. Чтобы вы понимали, я могу резать абсолютно любыми ножами, но, например, взять самую дешевую линейку Харакири, клевый нож. Но из-за того, что он недорогой, у него как бы обычная вот такая вот пластиковая ручка, поэтому она как бы вот так лежит. И если ты много-долго режешь, например, 500 килограмм картофеля, то у тебя палец вот здесь наминается. В Альфе такого нет, вы посмотрите. То есть ты берешь нож, и у тебя палец идеально ложится. Идеально, как будто специально сделано под мою руку. То есть вот такие вот мягкие и при этом ухватистые плавные формы. Я когда увидел, что ручка вот такая вот стальная, слегка матовая, я сказал, наверное, будет выскальзывать. Нет, она вот такой вот овальной формы, поэтому не выскальзывает из рук. Короче, это, пожалуй, самый удобный нож от Самуры, который когда-либо мне приезжал. Я надеюсь, что мне мой спонсор позволит работать только этими ножами, ну, например, в течение следующего года. В общем, официально заявляю, в плане хвата это самые удобные ножи. Ну, как они режут, вот это вот все, постоянно я показываю, это уже никому не интересно, потому что все привыкли, да, да, бритва, бритва, все дела. В плане хвата самые удобные ножи Альфа. У нас вот такие вот чудесные стычишечки из тунца. Нам нужно сделать так, чтобы мы потом в теории могли их пронизать вот так вот палочками. А это значит, что нам нужно резать вот так вот поперек волокон. Точнее, не совсем нам нужно резать вдоль волокон, а потом тогда мы нанижим их поперек волокон. Разделяем вот на такие вот кусочки. И вот так вот на такие кубики. Кладываем наши квадратики в мисочку. Особо не дербаним пока что. Пускай будут вот такие вот. Примерно все одинакового размера или около того. Собственно, для этого рецепта не обязательно брать очень какого-то дорогого тунца. Достаточно просто обычного магазинного стейкового тунца. Потому что дорогой он лучше его есть в виде сашими. Ну и он очень дорогой. Еще его не достать. В Питере достать нормального тунца, который прямо на сашими идет, очень тяжело. У меня есть красный перец, но он сушеный. Это хороший такой перчик с шоколадным привкусом. То есть вы можете покупать вот такой перец, чтобы он у нас все время был. Он хранится практически вечно в сушеном виде. А потом, когда он вам нужен в блюде где-то, там в чили кон карне, в каких-нибудь тако, вы просто замачиваете его на полчасика в обычной воде. Можно в теплой воде. Все равно полчасика перцы будут, как сказать, растворяться, напитываться. Поэтому пока что просто разожжем гриль. Немного угля. Наш чудесный кубик для разжига. И его прямо там разжигаем. Собираем соусец. Во-первых, столовая ложечка кунжутного масла. Да, кстати, это я говорю вот про такое количество тунца. То есть пара стейков. Столовая ложечка горчицы. Сок половины лимона. Два-три зубчика чеснока. У нас тут однозубчиковый чеснок, мой любимый. Примерно столько же имбиря, сколько и... Вот так я отрежу. Вот так. Я теперь не экономный, потому что, ну, вы знаете, я зажрался. Ставь лайк, если я зажрался. Вот, тоже потрем. И перчики размокли. Я, чтобы поострее было, возьму, ну, предположим, три перчика. Вы можете, на самом деле, высыпать из них семки. Вот так, в сторону. И только потом нарезать. То есть отрезаем и семки высыпаем. Потому что семки, семки самое острое. А можете нарезать прямо семками. Вот, 20 секунд и получается вот такая кашица, которую мы добавляем сюда же. Ну и самое важное, 5 столовых ложек соуса понзу. Вот. Замешиваем. Можно дать настояться или, например, замесить с вечера, а залить с утра уже этим маринадом. А теперь две трети выливаем, чуть-чуть оставляем. И перемешиваем, чтобы... Только аккуратно, чтобы ничего не развалилось. Чтобы каждый кусочек пропитался. Маринуем буквально, не знаю, совсем чуть-чуть, мгновенно начинает рыба вариться. Потому что там кислота есть. Поэтому 10, 15, 20 минут и, собственно, на уголь. А уголь там у нас уже постепенно подходит. А в остатки для красоты я добавлю палу-палу-палу-ловик. Палу-ловик кленового сиропа. Либо меда, либо какого-то сладкого сиропа. Объясняю почему. Кусочки у нас очень маленькие. То есть готовить мы все это дело будем очень-очень быстро. Но в самом конце, буквально там 3 минуты, я все это смажу сахарами вот этими. И оно обалденную корочку получит. То есть я не хочу тунца переготовить, но хочу, чтобы была офигенная корочка. Так-то маринад входит внутрь, все дела. Но если мы сразу начнем его с сахаром класть, то он сгорит. Поэтому сахар добавим в виде обмазочки в самом конце ради корочки. Также предварительно я замочил вот щепу, чтобы она не горела, а дымила. И посмотрим, что у нас внутри гриля. У нас там уже должен разгореться был уголь. Да, уголь фигачит. А это значит, что можно поставить рассекатель. Объясню. Ну вот эта вот фиговина керамическая. Она называется рассекатель. Чтобы не было прямого жара, когда вот здесь сверху мы положим на эту решетку. Когда мы положим наши шашлычки. Зачем, собственно, все это нужно? Зачем нужен вот этот рассекатель? Объясняю. Он не позволяет шашлычкам сгореть. И прямо на него, да, прямо на него, лить на него воду не нужно, он треснет. Но если вы отожмете вот так вот щепу, можно туда чуть-чуть набросать. И вот такие мелкие вот щепочки, совсем вот такие мелкие, они дают офигенный дым. А нам нужен офигенный дым, потому что готовить мы будем буквально в течение там, ну вот на все эти шашлыки там 10 минут край. Но не на открытом, то есть не на огне, не на открытом жаре. Теперь нанизываем каждый шашлычок на шпажку, смотрим, смотрите, видите, как идут волокна. Вот они идут вот так, значит нам нужно как-то вот так сквозь них забуриться, понимаете? Смотрим опять же, как идут волокна, как они распространяются. Вот так, значит нам нужно прямо сквозь них вот так вот забуриться. Если протыкается слишком легко, это значит скорее всего вы под неправильным углом протыкаете, и они будут разваливаться. Вот видите полоски, значит сквозь эти полоски нужно проткнуть. И здесь, видите полоски, вот так идущие, значит сквозь эти полоски надо проткнуть, чтобы ничего не разваливалось. Так, иначе видите, если мы проткнем вот так, оно просто развалится. Так, с небольшим усилием. Так, у нас там все разогрелось, осталось смазать решетку маслом. Ну вот так прям смазываем решетку маслицем, чтобы ничего не прилипло. И выкладываем шашлычки. Я их тоже маслицем чуть-чуть подсмазал, чтобы было. Ну предположим, первая партия. И вот так накидываем щепки, пускай они там падают вниз. Главное закрыть, чтобы ничего не горело. И чуть-чуть поддушиваем вот тут, чтобы там огня не было. Щепа горит, просто все офигительно. Так, давайте переворачивать, две минуточки прошло. Вот, видите она падает, прямо там внизу горит. Горячо, хорошо. Вот так. Давай ворочайся, вот так. Переворачиваем. Видите, у нас ничего не прилипает, только... Только от... А, нет, маленький кусочек прилип, но это ничего страшного. Вот так. Щепки вот так я туда вниз, пускай валяются. Да, кстати, этот круг, он мгновенно прогорает, ничего с ним не будет. И опять закрываем, и опять поддушиваем. Так, собственно, все. Вот такие вот золотистые шашлычки. А подаем очень просто. Присыпали кунжутом и зеленым лучком для красоты. Вот такая вот получается сочная внутри, но с корочкой снаружи из-за сахара штуковина. Пробуем. В целом получается офигенно, но именно из-за легкой остроты от перцев и из-за вот этого цитрусового аромата соуса понзу. Кому нравится мясо тунца, рецепт мастхевный. Не могу сказать, что он отправляется в золотой пантеон, потому что не все любят тунца, не все любят острое. Ну и нужно искать этот соус. Но в целом это великолепно. А с вами был славный дружебломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Тунец это реально мясистое блюдо. То есть это не совсем рыба, это прямо полурыба, полусвинина. Полукрокодил? Я не знаю. Да, говядина тоже чуть похоже. Особенный вкус, но мне лично он очень заходит. Я напоминаю, ну само собой огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх, подписывается на канал и оставляет комменты. И напоминаю, что у Самуры вышла линейка ножей, которая называется Альфа. И это самые удобные ножи, которые я вообще от Самуры держал в руках. Самая удобная линейка из всех. Ссылочка будет в описании, там же будет промокод. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok